А знаете ли вы, как появился в мире цирк? Цирк, как зрелище, имеет многовековую историю. Еще со времен Древнего Рима, когда гладиаторы бились друг с другом насмерть на аренах Колизея. Но в современном виде это искусство со своим атрибутами, артистами, жанрами, оркестром появилось в конце 18 века. В 1770 году отставной старший сержант 15-го Драгуновского полка Филипп Астлей основал в Лондоне школу верховой езды, где демонстрировал мастерство наездника и трюки конной акробатики. Вскоре для этих представлений было построено специальное здание под названием Амфитеатр Астли, которое имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. Вход на сидячие места стоил один шиллинг. За шесть пенсов можно было посмотреть номер стоя. Астлей первым показал вольтижировку – комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущийся шагом, рысью и голопом по кругу. Помимо конных номеров, в его театре ставились сюжетно-музыкальные спектакли. Позже в программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима. Первое в Европе театрализованное представление состоялось в Лондоне 4 августа 1777 года. В 1782 Астлей открыл филиал цирка в Париже, а впоследствии еще в 18 городах Европы.